Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур. Сегодня у нас очередной выпуск инди-хоррора. Как вы знаете, у меня сейчас в спуске сенем нет времени выкладывать видео на тему хорроров небольших. Но, тем не менее, предложение посмотреть то или иное мне приходит, поэтому рубрику я не забрасываю. Единственное, но то, что теперь это будет выходить нерегулярно, как только появится что-то интересное, так мы ее и будем смотреть. В данном случае мы имеем дело с игрой The Stairwell, то есть лестница. Это очередная вариация на тему SCP-087. И, как видите, здесь все сделано уже довольно-таки разнообразно. И что характерно вообще, я заметил, вот по этим настройкам меню, по шрифту, есть такое ощущение, что все это сделано на движке от Duke Nukem 3D. Короче, такие дела. Ну да ладно. Я помню, как я жил в этом доме, когда я был молодой. То есть юный. В детстве. Ну ладно. Это вот в этом сарае, что ли? Я бы это домом-то и не назвал бы. Хорошо. South Air 14. Это место до сих пор меня пугает. Круто, че. Неоновые лампы пукают. И нам, похоже, интересно. Да, это стопудовая игра на движке Duke Nukem. Ну да ладно. Тихо. А как вы видите, с освещением тут довольно-таки серьезные проблемы. То есть и вы... Ладно, что-то игра вылетела. Ну да ладно. Для такой игры это простительно. Кстати говоря, если нужна эта игра и вы хотите ее скачать, то наберите просто в гугле Death Tairwell V1.1, по-моему. Ага, понятно. А так ссылку искать я, честно говоря, не нашел. Видимо, какой-то безымянный человек сделал. Ну то есть имя-то у него, конечно, есть. Но просто... Особо, короче говоря, не имеет ни сайта своего, ни ссылку на скачивание. Так, ладно. Лестница. Я ее тут раньше не видел. И дверь стала быть закрыта, да? Ну ладно. Так, лестница. Первый этаж. Тишина полная. Звенящая, я бы сказал. Хорошо. Хорошо. Продолжаем спускаться. Посмотрим, чем есть удивить нас автору этой игрушки. Потому что первый СЦП на меня довольно-таки сильно подействовал. Надо сказать, я от нее натурально не испугался. Но вот то, что пошло дальше. СЦП 087-B. Этот коридор. Ну он был страшный, но он был выполнен на гораздо менее профессиональном уровне. Хотя сделан тем же самым человеком было. Потом пошли модификации. Там то, что не спуска. По каким-то коридорам бродишь. И меня просят их посмотреть. Ну смысл-то их смотреть. Это все... Так, это что за глюки? Что это за гудение такое? Короче говоря. Посмотрел одну. Посмотрел все и считает. Что там текстуры перерисованы. Ну звуки заменили некоторые. Добавили там эффектов. Но по сути это та же самая игра. С небольшими изменениями. Так, что капает? Ладно. Сейчас время к часу ночи. И опять же. Как на момент, когда я смотрел первое СЦП. Я играю в наушниках. Так что я думаю, ощущение будет полное. Ладно. Проехали. Шестой этаж. Пока что ничего не происходит. Я, кстати говоря, уже почитал довольно плотно этот сайт. Посвященный данной тематике. Интересные вещи есть. Но по сути это бред, конечно. Который придумали подростки до подростков. Но есть там интересные вещи. Так я ознакомился. Некоторые экспонаты. Забавные. Так, ну ладно. Я опять говорю всякую ерунду, чтобы не стало слишком страшно. Вот это тишина и ожидание чего-то. Это самое страшное, что есть во всех СЦП. Так, это что за лужа? С облегчением. Ой, не наступить. Ладно. Так, хорошо. Девятый этаж. Ну, пока что как-то, я не знаю, спокойно. Так, секунду. Я по телефону посмотрю. Там что-то вон я. СМС, что ли, пришла? Ну так. Опять МТС рекламирует свои услуги. Лады, короче говоря. Так, десятый этаж. Это что, у нас какой-то щиток распределительный? Да? Ну, я не знаю. Пока что я не могу сказать, что меня что-то радует данной модификацией. Хотя меня и просили ее посмотреть, конечно. Она следует традиции оригинала, но при этом выполнена на более низком уровне, чем оригинал. Обычная SCP-087, она выглядела очень круто для такой маленькой игры. Это же выглядит как... Тихо, что за звуки были? Это выглядит как-то очень шелеповато даже для игры на движке Duke Nukem 3D. И как-то с звуковым оформлением. Там сразу как-то было настолько жутко. Здесь. Ну, не знаю. Игры по СПЦ это новый тренд. То есть, это модно. Сейчас их все будут смотреть. Поэтому давайте мы будем первым, как обычно. Посмотрим, а потом уже сможем смело сказать, что да, смотрели. Не особо интересно. Ну, пока что я не могу сказать, что мне хоть чем-то оно нравится. Но мы пока что ничего и не встретили. Вот в чем дело. Поэтому мы, скорее всего, сейчас на что-нибудь таки нарвемся. Интересно, она случайным образом генерируем. И контент тут нет. Или... То есть, это стандартная локация. Вот что хотелось бы знать. Потому что в первый и второй, как вы знаете, там каждое прохождение было уникальным. И там случайным образом генерировались события. Что будет здесь, пока я не знаю. Ну, не знаю. Тихо. Уже шестнадцатый этаж. В первый СПЦ, там СЦП. Блин, я вечно путаю. Народ доходил до пятитысячного, что ли, пролета. То есть, там же вот эти бабайки стоят. Которые вытягивают руки и убивают. Их можно перепрыгнуть по лестнице. О, в этой игре, кстати, тоже прыжок есть. Офигеть. Тихо. Ну, ладно. Тревожная музычка заиграла. Уже стало менее спокойно. Но, с другой стороны, после Краю Эфир это все воспринимается довольно-таки. Ну, то есть, вот с фатализмом уже. Случится, так случится. Не случится, так не случится. Краю Эфир по-любому страшнее будет. Потому что, вот я сегодня прошел Краю Эфир. Осталось у нас во вторник серия выйд. Да в среду последняя. Я могу сказать, что страшнее, чем Краю Эфир. Я не видел игр просто. Это настолько страшное дело было. Я не знаю, возможно, это видео я успею сегодня ночью выложить. Возможно, вы посмотрите завтра, во вторник. Короче, знаете, Краю Эфиру осталось 2 серии всего. Или 3. А, 3 серии, да. То есть, во вторник, в среду и в четверг. Будет четверг последняя. Вот. Предпоследняя серия меня там чуть до истерики не довела натурально. Голос дрожал, пальцы не слушались. Так, ну что, мы долго еще будем спускаться, нет? Так, черная лужа. С облегчением. Ладно. Хорошо. Какой этаж уже? 23-й. 23-й ничего не произошло. В оригинальной игре у нас на 27-м этаже выскочила на нас первая тень. До этого времени я все время вынужден вас был развлекать разнообразными байками, телегами. Тут, похоже, примерно те же события. Но то, что там началось после 27-го этажа, мне, честно говоря, не очень понравилось. Могу сказать, что SCP-087, первая оригинальная, вторая мне, честно говоря, не очень понравилась, что это будет B. Оригинальная игра мне понравилась очень, и я считаю ее одной из самых страшных вообще игр, в которые когда-либо играл. Но очень на разу. То есть, второй раз я пройду, мне вообще не страшно там будет. При этом, опять же, о крае эфире. Там, то есть, в игре хватает таких моментов, как вот этот SCP, но при этом там еще хватает и всяких скримеров, и просто место, где ты замираешь в ожидании того, что сейчас что-то случится. Короче говоря, с SCP-087, краю эфиру, не конкуренция, совершенно. О! Наконец, что-то новенькое. Тут у нас кирпичная кладка. Как я пошутил, а потом кто-то пошутил вслед за мной. Это кирпичи тех, кто играет в эту игру. Они отложили тут нескими слоями. Следовательно, мы уже идем не первый тут. Хорошо. Ну что, ребята. 28-й этаж. И мы видим чей-то брызг крови. Как сказал бы Декстер из оригинального сериала, тут кого-то вспороли горло, и кровь набрызгала вот так вот. Он же у нас специалист по брызгам крови. Если кто не смотрел данный сериал, советую. Ой, блядь. Ну ладно. То есть, это я не совсем понял, что это было. Просто дернулась, поэтому я испугал. Ухлся. Ой-ой-ой-ой. Что-то мне перестает это все нравится. Так-так-так-так-так-так-так. 30-й этаж. Ну нахер. Офигеть. Вот этого и я бы не ожидал. Что ж. По крайней мере в этой игре есть что-то новенькое. Я уже могу сказать, что Она меня успела Заинтриговать. Так. 31-й этаж. Ладно. Хорошо. Да ничего хорошего. Что-то за дыра была. Куда она вела? Почему там за ней такая непроглядная сплошная темнота была? 32-й этаж. Мы спускаемся все ниже. Да, она похожа тоже на луп поставлена. Увидели, сейчас был какой-то рывок. И скорее всего мы по-новой оказались в этом коридоре. И видимо она работает по той же схеме. То есть это зацикленный сам на себя коридор. То есть по сути с одной стороны это очень экономит время и ресурсы разработчиков. А с другой насколько это философское решение. То есть мы по сути имеем дело с четырехмерной фигурой. Которая замыкается сама в себя. Все смотрели фильм, я думаю. Гиперкуб. Офигенный фильм. Один из моих любимых. Ну в свое время был я, честно говоря, давно не смотрел. Возможно сейчас посмотрю и разочаруюсь. О том, как там люди попали просто в какое-то непонятное место. Пытались из него выбраться. А под конец оказывается... Ну я не буду говорить, что там под конец оказывается. Но это просто было четырехмерное пространство. И они ходили натурально там, как в портале. Открывают одну дверь. А в другой видят себя со стороны, как они входят в ту дверь. И в той двери видно и их, как они входят в другую дверь. То есть, короче говоря, вот такие циклы. И в данном случае я хочу сказать, что именно вот этот вот коридор, поставленный на луп, работает по той же системе. Как я сказал, разолупленный. Ну ладно. Так, опять что-то давно ничего не происходило. Что он сказал? Тридцать седьмой этаж, я слышу что-то дыхание. Я видел эту рожицу. Уф, так, секунду. Сяду поудобнее. Ба, хорошо. Ничего хорошего. Ой, а приседать могу же. Так, ладно. Блин, только не нужно обычных скримеров, пожалуйста. Хорошо. Тридцать девятый этаж. Ладно, спускаемся пока. Мне уже, честно говоря, да... Да чертиков страшно. Несмотря на графику. Я вообще к графике не требователен. То есть, спокойно играют у меня игры на Суньке 3-й, там, скажем, Текен 2-й. Какой-нибудь джек-мото, там, 16-летний, да. О! Чё это было такое? Так вот, короче говоря, в играх графику замечаешь в течение первых двух минут. Потом, если игра хорошая, ты перестаешь отвлекаться на подобные глупости. Сорок первый. И поглощает тебя игра. Ты начинаешь получать от нее удовольствие. Не знаю, это мне, по крайней мере, так, конечно. Но, тем не менее. Возможно, вы слышите грохот на заднем планете. Опять моя кошка бурагозит. Что ж поделаешь. Так, 42-й. Я бы, конечно, встал, шугнул бы, чтобы она успокоилась. Ди? Или Икс Ди? То есть, если смотреть так, это как смайлик такой, что ли? Или что это вообще за Икс Ди? Ладно. Или, может, оно тут на каждом этаже было, но я не замечал. Так, 43-й. И тут у нас какой-то распределительный щиток. Но из-за таких текстур я не пойму, что это именно такое. Ой, так. Ладно. Ладно. Тихо. 44-й. Звук какой-то, скорее, как в машинном отделении идет сейчас. То есть, как будто где-то подо мной работает, ну, какая-нибудь бойлерная. И кто-то там либо неторопливо ходит, либо какой-то палкой стучит по полу. Еще одна лужа. Это кто-то, судя по цвету, полоснулся. Ладно. Ладно. Конечно, вот эта затянутость, она с одной стороны меня раздражает. Потому что сколько можно? Просто бесконечно спускаться. Это сделано специально, чтобы ты расслабился, уже позабыл. И потом резко на тебя опять какая-нибудь говнина вылезет. Подожди, а меньше стало, что ли? Я точно не помню, но вот эти лестницы у меня раньше в районе Пупка, по-моему, были, нет? Хотя, конечно, могу ошибаться. Кошка тихая. Кс-кс-кс-кс-кс. Только тихо. Простите. Ладно. Вроде. Ой, какой неприятный звук. Вроде вняла голос уразума моя кошка. Так. Блин, а то ультразвук. У меня от него сейчас уши начнут слезиться. Я чуть-чуть не сказал. Так, ладно. 48-й этаж. Кто-то полоснулся на стену. Ой, что за звуки. Ой, что за звуки. 49-й. Ой, кто-то стену потрогал. Ладно. Я даже не хочу представлять, что было бы, если бы это и я спускался по лестнице. Я бы не спускался по лестнице. Я бы сидел наверху, орал бы, стучал бы. Ни за что бы я не пошел вниз. То есть, внизу плачет ребенок. В описании к оригинальной СЦП на сайте. То есть, СЦП-087. Там в одном из отчетов было, как они посылали подопытных в эти коридоры. Так вот, они все, эти подопытные, слышали где-то внизу плач ребенка. Он их заманивал, этот плач. В результате они видели что-то страшное и бежали назад. И факт, что возвращались. Ох, что-то назревает. Вы слышите, какой звук, да это? Как энергия, которая сейчас высвободится. Ой, блин, это титрозвук. 52. Вот такие вот дергания, это я так понимаю, как раз вот эта вот лупа происходит. То есть, я по-новому начинаю какой-то отрез в пути проделывать. Иногда спускаешься по лестницам, короче говоря, и что-то странное происходит. Еще брызги крови. Так, там. Ой, ладно, я уже не знаю, о чем вы говорите. Ну, могу сказать, что... Не знаю. С одной стороны, конечно, очень коряво. То есть, некоторые игры показывают нам, что... Даже если ты работаешь один, и у тебя не так много времени, то ты можешь... Я не могу двигаться. Вы хотите, чтобы я обернулся? Беги! Ух, твою мать. А и снова она на истории SPC-087. Конец. Ну, что я могу сказать? В принципе, неплохо. Неплохо. Коряло, но неплохо. Повторюсь, вот эта SPC-087, оригинальная игра, она была сделана получше, несмотря на то, что ее человек написал чуть ли не в перерывах обеденных там сидел, хавал и одной рукой писал программный код. Но даже в таком виде, в принципе, игра меня достаточно сильно напугала, мне было довольно неспокойно во время ее прохождения. То есть, свою задачу выполнила, пощекотала нервы. Теперь я с спокойной совестью могу пойти спать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравились мои комментарии. В принципе, на этом все. Увидимся, когда увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok